Смотрел как-то, помню, фильм ужасов, не помню, как называется. А если вот этот человек, который управляет этими канатными дорогами, он просто подумал, что все, канатные дороги, прикинь, ближе к вечеру. Он подумал, все, никого больше не... Вот на этой штуке они сидели, ну, без движения, фактически, начали замораживаться, и один там спрыгнул, а там волк его сожрали. Прикинь. Вот. А тут вообще какие-то животные же есть, да? Конечно, здесь медведи есть. О, медведи даже. Бурые, да? А я слышал, там еще даже леопарды где-то встречаются. Действительно такое может быть? Там, где людей, короче, нету, да? Тут кто-то говорил, может быть, это легенда, специально, что привлечь тюрлистов, спрятанные какие-то драгоценности. Так что приезжали. Так что с метовоискателем. А здесь нельзя копать метовоискателем, это запретная зона. Да? Конечно, подзаркан. Итак, всем привет, друзья. Пока мы поднимались, мы любовались, конечно, прекрасными видами. Это мы начинали от Роза Долина, что находится в самой низине, да? Приобрели билет за 1600. Ну, нам так, со скидкой от отеля немножко дешевле вышло. Со скидкой нам получилось 1400. И здесь, наверху, есть, в принципе, чем заняться, пофотографироваться. Можно красивые места посмотреть. Дорога, подвесной мост над пропастью, качели над пропастью. Все очень замечательно. Вот. Решили все-таки еще напоследок спуститься чуть ниже, по канатной дороге, парк водопадов Менделиха или Менделиха. Напишите правильно, как комментарии произносятся. Моя шляпа, это актуально, кстати. Она здесь реально пригодится, я думаю. Вот сейчас мы сядем вот на этой кабинке, в одни из этих кабинов. Фотографы. Там коммерческие проекты всякие, да, делают? Я что-то не посмотрела, как. Давай, подойдем туда, там встанем и там посмотрим. Вам все расскажут и покажут. Не волнуйся, да, действительно. Сейчас. Берем. Если сами этого не захотите, не свалим. Она боится очень высоты. А, рюкзак снять надо, да? Рюкзак обязательно за спиной, ребята. Нише высота, чем мы сюда поднимаем. И она поднимает, чтобы мы не берем. Не будет вот этих всяких ущельных перепадов. Давай, сосредоточилась? Все, поехали. Раз. Спокойней, без супер. Ага. Все, спасибо. Ага, спасибо. Ну вот, Юляшка, смотри, как круто-то здесь, а. Как на самолете? А, у меня нога не сам, не поднимай. Пока не поднимай, холодно. Мы хоть сюда сели, ты не спросили. Сюда, наверное. Я думаю, сюда. Не надо, Андрей, мне холодно. Ну, какой холодно, на улице туман. Не паникуй, все хорошо. Юляшке вот немножко неправильно ноги поставил, конечно. Хотя люди едут по-разному, в абсолютном. Все едут по-разному. Главное, чтобы эта штука была опущена вниз. Ты сама не скатишься здесь никак. Еще, ребята, важный момент. Сюда желательно приезжать чуть раньше. Дело в том, что вот этот подъемник Эдельвейс, он самый ранний. Закрывается раньше всех. Вот где-то в 17.00 он уже закрывается. Поэтому желательно, если вы хотите посмотреть все водопады, а их там где-то около 7 водопадов, то это делать, конечно же, лучше с утра. Примерно приезжать где-то часов в 10-11. Но мы уже приехали где-то было часа 3, наверное, если не больше. На самом деле здесь невысоко, ребята, и так вот, ну, есть немного стрёмно, да. О, смотри, коровы. Коровы гуляют. Ура, коровы. Козявка там какая-то выдела. Страшно. Да ничего не страшного. Мне кажется, здесь вообще как-то даже... Я хотел получить адреналин, блин, но я на самом деле, ребята, разочарован. Я сейчас разочаруюсь, зато ты от юляшки адреналин получаешь. Смотри, какие виды. Ай-вай-вай-вай. Не уронил. Фото. Ребята, мы рады приветствовать вас на борту нашего лайнера. Вот такой вот я в фирменной шляпе сижу. Мне только не хватает. Еще надо перчатки сюда, потому что... Так вот и едем, едем. Я боюсь заболеть, короче. У меня шляпа, все как положено. Видите, как укомплектован по полной программе. Я зимний человек. Раньше надо было. Это наш подмосковный климат. Здесь воздух. Здесь хочется быть, находиться. А вот видно, там какая-то техника строительная, да? Там деревья что-то они спил делают, походу. Ребятушки, кайф. Это просто кайф. Аттракцион отдали мы сколько? 1400 с человека, да? 1440. От отеля по скидке. По скидке от отеля, да, 200 рублей скидка получилась. А так бы вышло бы 1600 бы. Ну, это если вы планируете подниматься на розовый пик, вершину, да, 2320 метров. Вот, а если хотите где-то поменьше, есть другие варианты. Там, допустим, за 900 рублей можно найти. Ну, там, по-моему, где-то до 1600, по-моему, поднимают, да? Ну, вот я не знаю всех вот этих тонкостей. Но здесь вот накатайтесь. Так вообще, в 1990-е. Несколько вот таких вот, да, канатных дорог. Заездов на водопад и на ходеи с аэропорта. Ну, иногда проходят акции, как я вот слышала. Ну, смотри, как я, Россия, сборная России. Сборная России проехала. Да. Смотрю, как-то помню фильм ужасов, не помню, как называется. Тоже связанный с канатной дорогой. Короче, молодые, короче, остались. Они последние делали подъем в гору. Это же как? И подумал этот человек, который управляет этими штуками, то что... И он целуется, вот, и заснял контент хороший. Не, вот. Получилось как? Ну, кстати, давай ближе, 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 ты тоже стыкаешься в гору. Ну, ладно. Короче, получилось как? Там, в общем-то, они зависли, этот человек, который управляет этими канатными дорогами. Он просто подумал, что все, у канатной дороги больше никого не осталось. А там целая молодежная группа. Молодежные, ну, ребята отдыхали. Прям вовремя рассказ. И, в общем-то, как вот, зависло все это, ну, они ночью уже, таким, ближе к вечеру. Он подумал, все, никого больше нет. И они там остались, и вот на высоте примерно вот такая высота, да, была. Ну, они остановились где-то в лесу, в лесу, да? Им деваться было некуда. А что им оставалось делать? Они пить хотели, есть хотели. Они начали замораживаться, прикинь. Вот на этой штуке они сидели, ну, в движении, фактически. Начали замораживаться. И один там спрыгнул, а там волки его сожрали. Прикинь. Вот волки сожрали там. Потом они что-то, как-то я не помню, они как... Смотреть, не пересказать. Это надо было. У меня что-то вот сейчас именно вот этот фильм вспомнился, почему-то случайно, как-то, да? Вот опять в Туманный Альбион сейчас входим. Куда не замерзла? Ой, я не знаю, я оцепенела просто. От ужаса? Да. Она в ужасе. Опять остановились. Осторожно, ведьма, возможно. Алло, скоро я сюда не отожжу. А там водопады есть? Есть. Есть много. Пару метров. А здесь вот, ребятушки, вот мы сейчас проезжаем, видно, наверное, скорее всего, фотограф, да, делать какие-то фоточки. Делаю лучше, чтобы не фотографии. Фоточку хорошую, хочешь? Спасибо. А это фото делают они для... Там внизу можно будет заказать фотку. Ну, это будет денег стоить, рублей 500. Вот здесь вот, ребята, вот каньон, да, проезжаем. Это кто-то поет песни или это граммофон какой-то, патефон? На позитиве, ребятушки. Как там поется песня? Да я уже забыла, кроме слов. Я больше ничего не помню. Наша крыша съехала куда-то, не вернуть ее уже обратно. Главное, ничего не забывать. О, леса, леса, ребята, вот красота. Вот это жесть. А спускаться нам опять? Чтоб я так жил. Я хочу, я влюбился в эти места, ребята, я влюбился в эти места. Это непередаваемое ощущение. Все, я здесь буду по-любому. Еще раз? Да хоть когда. Слушай, если бы у меня был вот этот, как-то сказать, безлимитный проездной билет. Потому что дорого стоит, обходится такое удовольствие, на самом деле. По 1400 срывает. Это у нас скидка от отеля. Так 1600. А у них там есть 2000 подъемников безограничных. Это целый день. Это можно целый день вообще гонять туда-сюда. А здесь мы чисто за один раз как бы сейчас посмотрим. Можно на месяц даже купить люди. И воздух, и сворот, обогачаемся, насыщаемся. Руки, а дуби нет. Ну, конечно, вот сейчас можно здесь даже остановиться где-нибудь перекусить. Вот, видно, тут какие-то кафешечки, да? Кафешечка лес называется. Ага. Спасибо. Спасибо. Я такая лохматая. Не махматая, ты просто в стрессе. А вот, ребята, в общем-то, мы здесь спустились уже на земле, да? Вот прокатились по этим канатным дорогам. Где-то 2,5 километра, наверное, вот такой. Кстати, считается, одна из самых длинных трасс, наверное, вот этих канатных дорог в Розахуторе. Вот. Ну, где-то примерно минут 15. Кабинки, кстати, очень хорошо оборудованы. Тут даже защитное стекло есть. Можно его опустить при жевании. Можно не опускать. Вот мы стали опускать, вернее, опустились, но потом подняли. Вот. И еще, кстати, говорят, сиденье с подогревом. Ну, мы этого как бы и не на себе не ощутили, потому что, наверное, это только зимой включается. В холодное время года. Хотя сегодня тоже не очень жарко. Здесь где-то, вот здесь, в принципе, потеплее. Градусов 12-15. Там градусов 7 было. Не хочешь туалет? Поднимемся. Ну, вот поднимаемся потихонечку под опадиком. Пойдем потихонечку туда. Или ты хочешь кофе попить? Пойдем. Только недолго. Уже 4, представляешь? Фигеть, вот время пролетело, 4 часа уже. А мы во сколько поехали? Кстати, сухую лапшу куриные 230, как трошка на пассе 230. А почем кофе? Пиво. Это пиво нам интересует. В принципе, недорого. Кофе американо сейчас возьмем, наверное, что-нибудь такое. Кофе американо, чай 80 рублей у нас. Экспрессо 110, капучей на 160. Как-то так. Беляшка, заходи давай. Тут немножечко кофе попили, вот в этой кафешечке лес. Цены вполне лояльные, в принципе, нормальные, доступные. Это круче, чем на Роза Пик. Там кофе было по 300 рублей, да? Здесь кофе 130, да, всего лишь. Поэтому, вообще, первый водопад на... Суп, конечно, 230, но можно себе позволить. Ну, можно разочек, да. Конечно, если люди едут на такой отдых, то они... Но вот здесь вот очень густой лес. Вот сразу, что первое бросается в глаза. Густой лес и такой первый водопад нам встречает. Хотел бы еще добавить, что как бы это место стало совершенно недавно известно. Кто вот... Я вот был несколько раз, да? В Розахутре два раза. В 17-м году, насколько мне известно. Все, доступ открытый. Поэтому это совершенно новое место. Можно сказать, для туристов. Все здесь вот так вот оборудовано лесенками, камушками. Очень природное местечко такое. Я думаю, в общем, будет впечатлительно смотреться. Вот. А водопадов, по-моему, всего 7 штук. Один из них, по-моему, 30... Где-то 80 даже метров. Вот. Где-то он находится там. Дальше гораздо глубже. Не знаю, доступен он будет для нас или недоступен. Пойдем. Дальше. Ты испугалась? Что-то это как их назвал? Это даже есть название водопада Минделя. Водопад образует... Смотри. Что написано, что он 9 метров имеет? Я же здесь трагически оборвалась вблизи этого места. Случайно уходит внешний водопад. Так, короче, здесь вот тропа. Камни. Камними уложены, якобы... Мне кажется, она не совсем природная. Наверное, все-таки человек тут немножечко вмешался. Опять подъемы. Это мне чем-то напоминает гору Ахун, где мы дошли только до второго водопада. Здесь тоже придется нам немножко пошевелить помидорами. Можно сейчас где-нибудь остановиться, перекусить. Устроить привал. Вот так вот подниматься здесь и по глине. Немножко некомфорт. Можно упасть. Обувь должна быть удобной. Это первым делом, да, обувь должна быть. Точно шлепки не подойдут. Также некоторые советуют иметь при себе паспорт, поскольку это приграничная зона с Абхазии. Могут типа якобы проверить документы. Ну, не знаю, нас лично это не коснулось никак. А тут скользко. Да, я вижу. Главное, чтобы не начался сильный дождь, а то нас сосуд смоет. Да, пойдем. Тогда мы не сойдем. Я думаю, мы сейчас присядем. Место стало не так доступно. Не так давно стало доступно для туристов. Где-то с 17-го года примерно. Вот. Ну, говорят, уникально по-своему. Действительно, густой, очень красивый лес. Заборчик. Такое ограждение, да, сделано специально, чтобы здесь можно было как-то полезно, как-то оно нам помогло, если вдруг поткнулись случайно, упал, и хотя бы за это, может быть, ограда вас спасет. Но здесь вот папоротничек, густой лес, ну, даже не знаю, слух нету. Красиво. Сейчас здесь пепенечок устроим небольшой. Перекусим мальца. И пойдем дальше. Так вот, парк обустроен, везде есть указатели, путь к следующему водопаду там. А также проходишь вдоль живописной речки все это время. Есть везде лавочки, беседки, посидеть, короче, как говорится, посидеть, восстановить силы. В жару, особенно, здесь очень будет просто потрясающе, я считаю. Это прям божественно. Божественно. Вокруг красота, простор. Также сюда некоторые приезжают с экскурсионной группой, но вас, понимаете, будет ограничение по времени, поэтому советую все-таки приезжать самостоятельно, без всяких экскурсий. Вы, по крайней мере, сможете полностью уединиться, получить кайф гармонии с природой, посидеть столько времени, сколько вам захочется, как вот мы, допустим, перекусили, покушали на природе. Это просто непередаваемо. Ну, придется, конечно, потратить очень много сил и выбиться, возможно, придется из сил. Вот, какой-то Менделиха, фельдшер был, да? Я не знаю. Он погиб, короче. Разве ты фельдшер? Где-то в этих, да. Где-то в этих местах. Здесь вот еще можно устраивать пикнички. Вот, и возможно, здесь даже где царские монеты, говорит, находятся, можно найти. Царские монеты? Конечно. Ну, тут кто-то говорил, может быть, это легенда, специально, чтобы привлечь тюрлистов, спрятанные какие-то драгоценности. Так что приезжали. Так что с метовоискателями. А здесь нельзя копать метовоискателем. Это запретная зона. Да? Конечно, под запретом. Там уже выгоняют. Как вы гоняете? Ну, масло это же. Уже темно, типа, да? Ну, нам сейчас спуститься хотя бы. Закрыто уже? Да, закрыто. А тут до водопада, до ближайшего дойти хотя бы, еще заснять немножко. Уже по времени вы не успели, просто 17.00 вам нужно быть на нижней станции, например. А, 17.00, да. Иначе потом уже все, да? А то, а иначе мы не уедем? Нет, вы уедете, просто все по расписанию работаем. Не, ну это по из экскурсии. На своем ходу. Я понимаю, что вы без экскурсии, но парк водопада работает по времени. А тут есть что красивое, ты сейчас смотреть? Ну, вот вы все видите, вот то, что здесь есть. А сам водопад где вообще? А вот оно. Все внизу. Вот эти маленькие, вот эти водопады есть? Да, это малое кольцо, да. А вот это большое закрыто, да? Нет, какой-то там 80 метров. Это на большом кольце, оно закрывается в 15-15 метров. А, вот оно как. Да, зрение закрывается в 16 метров, наверное. Это далеко до него, до самого большого уйти вообще так вот? Ну, 3 километра туда, да. А, все, понятно. А туда, туда 1,5 и обратно, да? Всего 3. Понятно. Вы слышали, вот это место вроде недавно совсем открыли, да, где-то? Ну, в 17-м году. Да, пару лет работали. Пару лет. Пару лет. То есть это все как бы сделали специально для туристов? Да, конечно. Понятно. Мы с тобой долго провели на розе пик. Да, надо было пораньше. Но все равно пока вы дадите. Ну, хоть что-то засняли. Да, все под контролем держат. Под контролем. Ну, с одной стороны, может быть, это их лучше, потому что мы такие, что можем и до темноты посидеть, а потом... Мы такие, да не мы только такие. Многие такие. Я думаю, тут большая часть людей хотела бы побывать с ночевочкой. Холодно. Холодно, да. Холодные волки водятся. Ага, еще и леопарды. Еще и леопарды, еще что-то. А тут вообще какие-то животные же есть, да? Конечно, здесь медведи есть. О, медведи даже. Бурые, да? Нападают? Да нет, можно встретить. Они же тут в Красную книгу занесены, наверное, их вообще встретишь. Надо поторопиться. Да? Да, большая часть минуты задерживаются. А я слышал, там еще даже леопарды где-то встречаются. Действительно такое может быть? Медведи. Да, ну, намного выше и дальше. А, там где людей, короче, нету, да? Да, где людей нет. Там медведи все равно. Он здесь жил всегда, а там и здесь гостя. Ну, понятно. Ну да, тут получается во время Олимпиады, как говорится, в какой-то степени я считаю, что испортили экологию. Там уже все. Зубр даже, я слышал, еще тоже бывает, да? Офигеть. Вообще, такие животные был встретить, да? Да, судей. Ну, они, наверное, опасные, да, вот так вот, если встретишься с человеком? Или они боятся сами людей, наверное, убегают? Не, ну, зубр нет, но медведь может напасть. Ну да. Медведь это 100% нападет. Это да, это будет жесть. Это конец. Не, ну не 100%, почему 100%? Главное, говорит, к нему спиной не поворачиваться. В глаза смотреть. Какие-то там свои какие-то тоже способы. В глаза смотри! Осторожно, скользко. Вот здесь предупреждающая табличка даже есть, поэтому можно упасть, разбиться, сломать нос, например. Ну и ногу, в принципе. Да, вот это вот самый момент такой. А так вообще домики где-нибудь жилье здесь не сдают в горах? Там, на той стороне вроде, пожалуйста. Есть, да? Нет, ну на той стороне там отели такие, да? Ну, только так. Да, да, я понял. А нет, а чтобы типа вот как вот экологически чистый... Ну, друзья, здесь же триграничная зона. Абхазия, да? Да, через триграничную зону, там 5 метров, там граница с Абхазией. Понятно. Прикольно. Так вот пойдешь, бас, и Абхазами будешь задержан. Не знавши-то. Да ладно, а куда ты ходишь? Так никто не хочет. Нет, там можно пройти, там местами. Местами же можно пройти где-то к Абхазии, правильно? Раньше заходили. Сходили беспрепятственно, видишь? Да, это все там нахо-то выручные. Ага. Это только ладейки, надо знать. Все, территория, ребята, закрывается. Ну ладно, зато сэкономили силы. Вот какой. Все, спасибо. До свидания. Ну вот, ребята, вот полшестого, да, здесь уже нам советуют, говорят, все, уходите, потому что вот слышали, да, мужчина нам сказал. Так что, жаль, но мы даже не сможем сводиться всей атмосферкой. Так что полшестого, я думаю, с утра такой смысл есть приезжать с утра. Потому что до трех там до какого-то водопада пускает, да, по-моему? Да, то ли 15-15. Ну, короче, надо успеть до трех, вот самые 80 метров, которые. Ну да, так здесь виды, конечно, не передаваем. Даже вот здесь можно было сфотографироваться. Роза, хутор, вот смотри, какая красивая табличка висит. А где вход-то, здесь? Дальше. А, дальше? Ну вот, ребятушки, мы сейчас опять поднимаемся к розе пик, и вот здесь прям чувствуется холодный воздух пошел. А там вот, где вот мы были, то, что как бы более низменность какая-то, да, там все-таки теплее было, градусов на 10. Ну там тоже прохладно, но... Ну, в таком виде, даже как я сижу, я чувствую этот холодок. Я даже думаю, иногда даже здесь стоит пуховик одевать, наверное. И вот ветер холодный, вот сейчас хочется опять вернуть мою шляпу, вот ту зимнюю. Ну у нас уже есть, не, не надо. Так, 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 поднимаем потихонечку. Сейчас, не спрыгивай, не спрыгивай, не спрыгивай. Прыгать здесь? Нет, нет. Поведем. Забыл? Спасибо. Спасибо. Забыли свой стакан, ребята, вообще жесть. Ну вот такая система здесь, да, тут резко нельзя останавливать. Как, девушки, впечатления у вас от канатной дороги? Я не была. А вот так здесь только, здесь? Я подошла с крышкой закрытой. А-а-а. Мы не успели, это не само понравилось? Ну там нормально, да, мы только на водопад не успели. Чуть один водопадик только увидели, а все остальное... Видно? Два водопада, мало чуть-чуть. Нет, там внизу все видно. Это здесь только туман сверху. Просто они один водопад, вот 80-метровый, что-то до 15 часов работают. А? А мы туда тоже не ходили. Туда вот мы не успели. Да, это тоже можно пройтись. Прогуляться. А, там дорожка, да, идет такая вниз. Не хочешь туда сходить? Нет, нет, давай уже все. Парень явно такой экстремал. В такой вот одежде. Да и девчонки тоже. Ну, она хоть по кровавой одела. Нет, другие кофе. Ну, здесь тоже кофе, кукуруза 120 рублей, фрукты сезонные 100 рублей. Вода с полной литр 80 рублей. 0,5, да? 80 рублей, минералка. Можно было бы прокатиться вот еще вот на этой херне. В уникулере вот на этом. Но Юляшка что-то не горит желанием, боится. Так что... Все просто темно, не особо. Не-не-не-не-не, хитрит, а? Она боится. Просто сильно боится. Можно было бы получить наслаждение. Мне понравилось на таких кататься на открытых кабинках. Давай еще раз на аттракциончике одном, а? Ну ладно, пойдем, а то туча сгущается, может быть дождик начнется. А здесь, кстати, вот на этих кабинках, я смотрю, нету крыши. Крыши нету. Вот в чем специально. Если дождик начнется, вы можете промокнуть. Будет некомфортно. Девушка тоже боится? Нет. Смотри. Я просто не... Просто думаю, как сейчас... А, как выходить. Минимум промокнуть. Ага. Чтобы не заболеть. Да, где-то напряжемся в кафе. Ну, или быстренько добежать. Да. Попали под ливень. В горах. Скупаемся немножко под дождем. Надеюсь, что мы успеем. Он, в принципе, не такой уж серьезный, сильный. Но все равно неприятный. Он не упасть. Ну, на этом все. Наш маленький видеорепортаж. Наверное, получится немаленький, далеко, как я хотел. Ну, что можно сказать? Порекомендовала бы ты сюда приехать на розовый утро? Однозначно, да. Обязательно приезжайте. Да, именно посетить канатные дороги, чтобы проехаться, как говорится, не спеша. Желательно все это сделать рано утром. И до трех, потому что там водопад работает. Куда вот мы не успели попасть, видели, да? Я там это покажу, естественно, в съемке. Что там мужчина попался нам, он объяснил там, что все закрывается. В 5 часов уже оттуда все, короче, просят покинуть территорию. Чтобы вообще прочувствовать полностью. Лучше прожить в горах. Это лучше всего, конечно. Ну, это многие люди понимают прекрасно. Канатные дороги посетите обязательно. И подписывайтесь на канал. Единственное, что, конечно, для всех одинаково дешево. 1600 рублей из человека подъема на всю семью. Ты представляешь, какая сумма может выйти? Ну, может быть, они что-то попроще выберут. Ну, может быть, да. Для ребенка 900 рублей стоит билет, конечно. Все равно дорога. Газпром. Ну, все, водненько. Выключай нашу камеру.